Родичная торговля Большое количество хищений как сотрудниками магазинов, так и какими-то внешними маргинальными элементами. Рынок охранных услуг, рынок безопасности, он на стадии формирования и пока еще не сформировался. Привлечение профессиональной охраны – это основной принцип обеспечения безопасности. Все смотрят на госзаказ и понимают, что такой же принцип будет и на частном секторе. Каждая компания имеет свою специфику как в области продаж, то, чем они занимаются, точно так же они имеют свою специфику в области потерь. У каждого это свои причины и, естественно, свои методы должны быть. Используем классические способы защиты от краж. Это антикражные системы, антикражные датчики и то, что мы сейчас очень сильно развиваем – это радиочастотные технологии. Больше камер или камер с большими возможностями. Вот они и будут использоваться видеооператорами, а вместо видеооператоров потом будут использоваться аналитические программы, которые будут вместо них анализировать видеоряд. И уже оператору выдавать сложный момент. Эти аналитические системы будут все более способными. И тогда человеку совсем нечего будет делать в этой сфере. Виден тренд о том, что все сети бьются за повышение внутренней эффективности, пытаются снижать свои издержки. И, безусловно, с точки зрения снижения издержек, переход к решению проблем безопасности с помощью технических средств является оправданным. Кроме того, в отличие от людей, компьютеры и технические средства никогда не устают. Они всегда обеспечивают одинаковую точность. Ими надо платить зарплату, они не уходят в отпуск и не болеют. Мы через 3-4 года не узнаем практически магазины, которые сегодня мы привычно видим. Значит, нас встречают охранники, там их много. Они обычно участвуют в каких-то скандалах и так далее. Это время безвозвратно уходит. На их место приходят технические средства, которые сейчас стремительно меняют эту отрасль. Будет постоянная борьба, конкуренция, будет постоянная динамика. Мир ускоряется, и мы вынуждены следовать в этом тренде тоже.